В течение четырех дней с четверга по воскресенье в Ешкар-Але у Республиканского театра «Кукол» любой желающий может пройти дерматоскопическое обследование на наличие новообразований. Акцию проводит республиканский кожно-венерологический диспансер. Традиционно она проходила в мае и была приурочена ко дню меланомы. Но в этом году из-за ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, сроки проведения сместились. В ином формате проходит и сам медицинский прием. Подробности в нашем сюжете. Из-за эпидемиологической обстановки дни ранней диагностики онкологических заболеваний кожи в этом году проходят под открытым небом. Это позволяет и социальную дистанцию соблюсти, что затруднительно в стенах кожно-венерологического диспансера, где обычно проходит эта акция, и обследовать гораздо больше желающих. После оформления документов, обязательной термометрии и обработки рук антисептиками, ваша кожа, а точнее невусы или попросту родинки, под пристальным вниманием опытного дерматоскописта. С помощью специального прибора ему удается за доли секунды определить природу новообразования. Сама процедура занимает не больше 10 минут. Она абсолютно безболезненная, но волнительная. Я сегодня приехала специально провериться. А откуда приехали? Из Сербинского района. Все очень хорошо, ничеки беспокоятся, все вазгает нормально. Я работаю в этом театре, афишу рекламную вот это увидела. Конечно, у всех есть родинки, и эту проблему надо из себя убрать, этот пунктик. Ну, поскольку у меня все хорошо и прекрасно, то есть у меня настроение хорошее, я вышла с настроением с удовольствием. И всем желаю, всем нужно провериться обязательно, чтобы не было никаких сомнений. При возникновении сомнений пациента направят на дальнейшее обследование в онкологическую службу. Так, итог прошлой акции. Из 600 обратившихся, каждый десятый имел злокачественное образование. Сегодня рак кожи среди других онкологических заболеваний занимает лидирующие позиции. Его ранняя диагностика – залог успешного лечения и полного выздоровления пациента. Регулярные профилактические акции, оснащение медицинских учреждений специальным оборудованием и обучение специалистов. Все это позволило республике выйти на первые позиции по выявляемости рака кожи среди других регионов страны. Чем я больше работаю в отрасли дерматоонкологии, тем я больше понимаю, что обследоваться должен каждый. Потому что та стадия меланомы и базально-клеточная рака кожи, когда возможно полное излечение, она не видна ни пациенту, ни врачу невооруженным взглядом. Когда пациент начинает жаловаться на зуд, боль, покраснение в области родинки, ее увеличение, кровоточивость, как правило, к сожалению, это уже поздняя стадия. Тогда, когда мы можем человеку реально помочь, человек ни о чем не подозревает, он сейчас ставит себя здоровым. И вот только профилактическое обследование всех родинок, всех маленьких пятнышек, на которые люди просто не обращают внимания, это ключ крайней диагностики. Онкологическим заболеванием, в том числе раку кожи, подвержен каждый. Факторами риска являются генетическая предрасположенность, первый и второй тип кожи, который не выдерживает солнечного воздействия и сразу краснеет. Кроме того, рыжеволосые и люди с большим количеством родинок чаще других страдают от этого заболевания. Меланома, как правило, не возникает из родинки, она возникает на чистой коже, так называемый процесс дынова. Поэтому, если вы на своей коже заметили какое-то новое пятнышко, обязательно обратитесь к дерматологу для прохождения дерматоскопии. А что нельзя никому делать, так это обгорать на солнце, особенно деткам до 14 лет. Три ожога, полученных в этом возрасте, ожоги до пузырей, это практически гарантия того, что во взрослом состоянии случится какая-то форма рака кожи. Профилактическая акция продлится до воскресенья. Лучшие дерматологи республики будут обследовать всех желающих возле Республиканского кукольного театра с 9 до 13 часов ежедневно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова